Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Штрафы за нелегальную трудовую деятельность выписывают гастарбайтерам и их работодателям. В Краснодаре подвели итоги краевого ежегодного конкурса на приз имени маршала Жукова. Народный контроль цен. За полтора месяца проверено около 400 магазинов. Мир через экообъектив. В детской художественной школе открылась новая фотовыставка. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. В Краснодаре подвели итоги краевого ежегодного конкурса по военно-патриотическому воспитанию граждан на приз имени маршала Жукова. На церемонии награждения победителей побывала делегация из Анапы. В состав делегации вошли представители патриотических, ветеранских, общественных организаций, образовательных учреждений и предприятий. С подробностями из Краснодара Алина Гумерова. Конкурс проводился в этом году на Кубани в 16-й раз. Он является годовым итогом всей военно-патриотической работы, проводимой в Краснодарском крае в учреждениях образования, поисковых общественных организациях и отрядах, молодежных военно-патриотических клубах и объединениях, учреждениях культуры, средствах массовой информации. Основными задачами являются совершенствование работы и более полное использование возможностей, повышение качества и эффективности мероприятий военно-патриотической направленности. На конкурс прислали более 400 работ со всего края, которые оценивала специальная комиссия. Это рефераты, плакаты, видеоматериалы. Главное условие – все они должны рассказывать о воспитании патриотизма молодого поколения. Заместитель директора департамента по делам казачества и работе с военнослужащими администрации Краснодарского края Александр Марченко выступил с приветственным словом. Я хотел бы вас всех поблагодарить за то, что вы преодолели трудности и невзгоды нашей суровой кубанской зимы, все-таки нашли возможность прибыть на это итоговое совещание. Пожелать всем мира, добра, всего самого хорошего. Но если у меня возможность не предоставится, хочу поздравить всех присутствующих с наступающим Новым годом. И пожелать всего самого доброго и до встречи в Новом году. Спасибо. Грамоты Министерства образования и науки Краснодарского края наградили Анапский сельскохозяйственный технику. По словам замдиректора по учебно-воспитательной работе Натальи Дзядюра, данная грамота – заслуга всего педагогического и студенческого коллектива техникума. Столько ждали этого конкурса, столько работали над этим конкурсом. Поэтому ощущение радости, счастья того, что мы добились результата, хотя бы пока грамотой Министерства образования и науки Краснодарского края за активное участие. Победители и призеров конкурса наградили почетными грамотами от администрации Краснодарского края, а также дипломами и кубками. Руководителям учреждений, где проводится активная работа по патриотическому воспитанию молодежи, организаторы вручили нагрудный знак «Патриот Кубани». В режиме видеоселектора состоялось очередное краевое совещание, посвященное организации миграционного контроля на Кубани. Выступающие отчитались заместителю министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Николаю Малюку о примененных мерах к мигрантам за минувшую неделю. Первый заместитель министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региональной безопасности Краснодарского края Николай Малюк указал на слабые результаты работы по привлечению к ответственности юридических и должностных лиц, незаконно использующих труд иностранных граждан. Это говорит о недостаточной работе по выполнению требований губернатора Кубани Александра Ткачева, а также решений Краевых советов безопасности. Теперь муниципальные образования должны еженедельно предоставлять отчеты и цифры. Информация от нас должна поступать не позднее в 12 часов понедельника. Если к этому времени отчеты не пришли, считайте, что у вас по всем показателям будут стоять нули. Представителям территориальных органов ФСБ поручение – ежедневно вести работы по выявлению мест, где могут находиться интересующие спецслужбы граждане, проявлять бдительность, а также привлекать к этой работе казачество и общественность. О местах проживания, незаконных трудовых мигрантов и строительных объектов, где массово применяется иностранная рабочая сила. Для меры оперативного реагирования необходимо сообщать по телефону горячей линии миграционного контроля 3721 и в ночное время 02. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа, Регион. И к другим темам. Приближаются новогодние праздники, время накрывать столы, принимать гостей, а значит ходить по магазинам, покупать подарки и продукты. Народный контроль заботится о том, чтобы цены на социально значимые продукты питания не завышали. Напомним, что по инициативе главы города Сергея Сергеева в ноябре в городе-курорте начала работу группа народного контроля. За полтора месяца проверено около 400 магазинов. В очередной рейд с народными контролерами отправилась наша съемочная группа. К месту сбора в штаб Анапского отделения партии «Единая Россия» прибывали контролеры. Они получали инструктаж от председателя Совета молодых депутатов города-курорта, руководителя народного контроля Светлана Хижняк. Основные продукты, я думаю, что очень многие уже в курсе и соблюдают эти правила, но, как правило, есть и нарушители. Чтобы этого не было и стабилизация цен в городе-курорте Анапа была соответственная, поэтому народный контроль сегодня выходит опять в действие. Рейдовые группы состоят из активистов квартальных комитетов, членов партии «Единая Россия», студенческих советов и представителей общественности. И вот накануне праздников 13 рейдовых групп одновременно проверили 148 продуктовых точек в селах и городе. Выяснилось, что не везде хозяева и продавцы магазинов соблюдают ценовую политику и распоряжение властей Кубани. Обозначена социальная корзина семи продуктов с торговой наценкой не выше 10%. Даже непосредственная близость некоторых магазинов к гипермаркету «Красная площадь», где расположен магнит, соблюдающий ценовую политику края, не оставляет их от взлета цен. Так, в магазине «Купец» на улице Стаханово яйца золотые, стоят 65 рублей десяток. В магазине «Приз» в этом же микрорайоне наценка на всю молочную продукцию составила на момент проверки не 10, а 30%. Но есть и плюсы. Торговый центр «Эльбрус» на улице Стаханово продает социально значимые продукты даже без 10% наценки по цене производителя. Общие для проверенных народными контролерами замечания – нет табличек на уголках потребителя с перечнем продуктов социальной корзины, чтобы покупатели могли сами сравнивать цены и обо всех нарушениях сообщать народному контролю по телефону 4-64-21. Лариса Басова, Артем Зиборов, Анапа. Регион. Это третья по счету массовая проверка магазинов. Народный контроль заглянул даже на отдаленный хутор Чекон. Большинство предпринимателей адекватно реагируют на распоряжение губернатора Кубани Александра Ткачева не завышать торговую наценку на социально значимые продукты. Камнем преткновения остается пока большинство торговых точек села Витязева. Завышенные цены и ныне там. А в поселке Виноградный, похоже, и вовсе не знают о таком распоряжении губернатора. Рейды народного контроля будут продолжаться. В этом году декабрь в Анапе в классических традициях зимы со снегом и небольшим морозом. Если раньше такая погода вызывала у анапчан беспокойство и недовольство к качествам уборки снега, то сегодня этого нет. Хозяйственное отношение власти города к благоустройству и порядку выражается даже в мелочах. После снегопада рано утром работники коммунальных служб расчистили дороги, посыпали песком тротуары и плитку. Сейчас сводки синоптиков для водителей важнее любых новостей. Можно сказать, что первое испытание зимой Анапа выдержала. В городе-курорте расчищают магистрали от снега, посыпают тротуары песком. Техника начала работать с раннего утра. Подсыпка будет производиться несколько раз в зависимости от интенсивности выпадения снега и до момента его прекращения. На случай сильных холодов, когда песок и соль не помогут, в обработке дорожного полотна будут применять противогололюдные материалы. В процессе химической реакции лед превращается в воду и асфальт становится свободным от наледи. Состоянием нынешних дорог и тротуаров анапчане и гости курорта довольны. Ну, песок-то, конечно, удобнее, потому что не скользишь. Вы знаете, в вашем городе вообще все, вот то, что сделано на земле, просто великолепно. Очень мы в восторге от того, как везде разный получается асфальт. Это что-то необыкновенное. И песочком посыпали, конечно, хорошо. Приятно видеть такую красоту. Все здорово. Скажите спасибо мэру. Но как бы ни готовились к зиме дорожные службы, безопасность прежде всего зависит от самих водителей. По данным Анапской роты ДПС, количество аварий по сравнению с аналогичным периодом декабря прошлого года снизилось. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа-регион. Продолжаем выпуск. Новая фотовыставка открылась в детской художественной школе. Наша съемочная группа уже побывала в выставочном зале. О художественных впечатлениях расскажет Лариса Басова. Организаторы выставки, эколог и биологическая станция «Маленький принц» оказались в трудном положении, выбирая работы. Участников около 200, а работ более 400. Все путешественники – любители природы и фотографии. С папой, когда ездили на море, видели рыб много и дельфинов. И хотелось это все запомнить, чтобы в жизни осталось. В этом году фотографировала улитку. И мне очень понравилось весной, когда у нас сковорцы заселялись. В следующем году я хочу сфотографировать что-то зимнее. Мне очень нравятся зимние пейзажи. Насекомые – они очень красивые, а животные – они бывают в разных позах. Взгляды у них бывают разные. Ну, я фотографирую животных, цветы. На природе мы ездим. На Утряше была. Я люблю море фотографировать, как дельфины плавают. Настя Маслова учится в четвертой школе. Впервые принимает участие в фотоконкурсе. Но уже написала детскую научно-исследовательскую работу по сохранению богатств Утряша. Когда мы фотографируем, мы приносим пользу, чтобы человек, увидев, защищал природу, не уничтожал ее, не сохранял ее. Воспитанники станции «Маленький принц» в этом году стали победителями четырех международных и шести всероссийских конкурсов. Они занимаются в кружках круглогодично. Летом выезжают с экологическими акциями в Утрижский заповедник, на пески станицы Благовещенской и Витязева. Экология-биологическая станция «Маленький принц» уже четвертый год проводит этот конкурс, конкурс фотографий. Называется он «Экообъектив». Вообще у нас занимаются 777 детей. В кружках, в кружке находятся в девяти школах города и района. Ну и дети принимают участие во всех конкурсах. У нас 29 конкурсов в течение года проходят экологических, направленных на экологическое воспитание. На этой выставке представлена лишь малая часть работ призеров. Но и по ним уже можно судить о том, что дети талантливы, из них вырастут настоящие защитники природы. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-Регион. Медиагруппа «Анапа» готовит подарки к Новому году. Участвуйте в наших проектах «Письмо Деду Морозу» и «Стих на табуретке». В этом году участников ждут новые сюрпризы и подарки. В обмен на оригинальное новогоднее поздравление, которое нужно прислать на почту «Морозсобака.анапа.регион.ру». Подробности и условий конкурса смотрите на нашем сайте «анапа.регион.ру». Здравствуй, Дедушка Мороз. Есть у нас к тебе вопрос. Почему один раз в год? Скорелый пластник – новый кот. Если есть такой вариант, пусть его чуть-чуть продлят. Топа так, как тебе нет, много-много. Славы! Воз. Воз. Участвуй в конкурсе «Стих на табуретке». Придумай новогоднее стихотворение и пришли на почту «анапа.регион.собака.джмейл.ком». Подробности на сайте «анапа.регион.ру». Наши телезрители могут подарить праздник детям с особенностями развития, приняв участие в благотворительной акции «Спешите делать добро». Организатор акции – общественная организация «Радость жизни». Оказать помощь детям с нарушениями здоровья можно в торгово-развлекательном центре «Красная площадь» на входе в гипермаркет «Магнит». Важна и цена любая помощь – материальная, волонтерская и личная помощь семьям с особенными детьми. Отчет о расходовании и пожертвовании публикуется на сайте www.radostjizney.ru. И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра. В пятницу 13 декабря в Анапе будет малооблачно без осадков. Температура воздуха днем 1,3 мороза, ночью около нуля. Ветер северо-восточный – 7,9 метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы – 766 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды и берегов Анапы – 3 градуса тепла. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и салона магазина подарков «Важная персона». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы – салон-магазин стильных подарков «Важная персона». Салон-магазин «Важная персона». Все самое лучшее для самого главного праздника. Невероятный выбор елочных украшений. Сказочные лесные красавицы от лучших дизайнеров Дедушки Мороза. Все для новогоднего настроения и интерьера. И, конечно, лучшие подарки для самых любимых. «Важная персона». Анапа, улица Ленина, 15. С наступающим Новым Годом!